Приветствую и добро пожаловать в данную образовательную серию под названием «Добро пожаловать в программу Medicare». Настоящая программа представлена Департаментом здравоохранения штата Висконсин, который управляет программой помощи в области медицинского страхования штата Висконсин или SHIP, местной государственной службой для участников программы Medicare. В каждом штате есть программа SHIP. В штате Висконсин вы можете получить бесплатную и непредвзятую помощь по программе Medicare, от местных SHIP-консультантов или по одной из наших бесплатных линий помощи. Вы можете скачать слайды к этой презентации, щелкнув ссылку в описании видео на YouTube или перейдя по адресу gwaar.org.educational.defeas.videos.defeas.for.defeas.medicare.defeas.outreach. Этот проект поддерживается грантом Федерального управления общественной жизни. Эта программа предоставит обзор программы Medicare и представлена шестью разделами. Вы можете найти эту информацию более подробно в вашем справочнике Medicare & You, который рассылается по почте участникам программы Medicare, а также на сайте medicare.gov. Для облегчения понимания вам предлагается просмотреть части этой серии по порядку. Добро пожаловать в пятую часть этой образовательной серии. В этом разделе вы узнаете о страховом покрытии рецептурных препаратов, включая Medicare часть D и Wisconsin Senior Care, а также о ежегодном периоде открытой регистрации Medicare. Помните, что есть два способа получить страховое покрытие рецептурных препаратов Medicare часть D, либо через отдельный план части D, либо через план Medicare Advantage, который включает покрытие лекарств. И не забывайте о программе помощи по рецептурным препаратам штата Висконсин под названием Senior Care. Мы вернемся к этому через несколько минут. Часть D Medicare – это страховое покрытие рецептурных препаратов Medicare. Если вы выбрали оригинальную программу Medicare и хотите получить страховое покрытие рецептурных препаратов, вы должны выбрать и зарегистрироваться в плане Medicare по рецептурным препаратам. Обычно вы платите ежемесячный страховой взнос. Эти планы находятся в ведении частных компаний, которые сотрудничают с Medicare. Опять же, покрытие части D предоставляется в рамках планов Medicare по рецептурным препаратам PDP и планов Medicare Advantage с покрытием рецептурных препаратов. Есть определенное время, когда вы можете зарегистрироваться в плане части D. Ваша первая возможность зарегистрироваться – это период первоначальной регистрации. Этот период начинается за три месяца до начала участия в программе Medicare и включает месяц, когда вы начинаете участие в программе Medicare, и три месяца после начала участия в программе Medicare. Существует также ежегодный период открытой регистрации, то есть с 15 октября по 7 декабря каждого года для покрытия, начиная с 1 января следующего года. А для людей, которые уже зарегистрированы в плане Medicare Advantage, существует период открытой регистрации Medicare Advantage с 1 января по 31 марта. Опять же, это только для людей, уже зарегистрированных в плане MA. Существуют также специальные периоды регистрации. В определенных обстоятельствах, например, при выезде из зоны обслуживания вашего плана, вы можете иметь право на специальный период регистрации, который позволит вам изменить покрытие рецептурных препаратов Medicare за пределами других периодов регистрации. Расходы на планы Medicare часть D включают страховые взносы, франшизы и доплаты или совместное страхование. Стоимость зависит от плана и меняется каждый год. Планы части D могут иметь вычитаемую франшизу. Некоторые планы могут не иметь франшизы или иметь более низкую франшизу. Доплата и совместное страхование зависят от препарата, плана и аптеки. Таким образом, ваши расходы на покрытие рецептурных препаратов будут зависеть от выбранного вами плана, от того, какие рецептурные препараты вы принимаете, от того, ходите ли вы в аптеку, входящую в сеть вашего плана, и от того, получаете ли вы дополнительную помощь для оплаты ваших лекарств. Через несколько минут мы обсудим, как находить и сравнивать планы. Обратите внимание, люди с более высокими доходами могут платить дополнительную сумму сверх своих ежемесячных страховых взносов в зависимости от их уровня дохода, указанного в их налоговой декларации. Это относится только к 5% участников Medicare. Расходы меняются каждый год. Чтобы увидеть текущие расходы по части D, сравните планы на сайте www.medicare.gov. Штраф за позднюю регистрацию в части D – это то, чего вы хотите избежать. Если вы не зарегистрируетесь в части D в течение периода первоначальной регистрации, и у вас нет другого надежного страхового покрытия лекарств, вы можете подвергнуться штрафу за позднюю регистрацию. Штраф составляет 1% от среднего национального ежемесячного страхового взноса за каждый месяц задержки регистрации, и он будет добавлен к вашему ежемесячному страховому взносу, если вы зарегистрируетесь в плане части D, и будет действовать до тех пор, пока вы не зарегистрированы. Надежное покрытие – это другое покрытие рецептурных препаратов, которое, как ожидается, будет выплачиваться в среднем не меньше, чем стандартное покрытие части D Medicare. Покрытие лекарств для ветеранов и WI Senior Care считается заслуживающим доверия страховым покрытием. Некоторые виды страхового покрытия работодателя также считаются заслуживающим доверия страховым покрытием. Но об этом важно спросить. На этом рисунке показаны этапы покрытия части D программы Medicare. Эти суммы меняются каждый год. Если в вашем плане предусмотрена франшиза, вы оплачиваете полную стоимость лекарств до тех пор, пока не достигнете франшизы. В течение периода первоначального покрытия вы будете платить либо доплату, либо сумма сострахования за ваше лекарство, которое будет составлять не более 25% от стоимости лекарства, или актуарно-эквивалентную многоуровневую структуру. Некоторые планы могут иметь недорогие, непатентованные лекарства с очень низкой доплатой в течение этого периода первоначального покрытия. Если ваши общие расходы на лекарства достигают установленного лимита, сумма меняется каждый год, вы достигаете непокрываемого диапазона в страховом покрытии. Общие расходы на лекарства включают в себя как то, что вы платите, так и то, что ваш план оплачивает за ваше лекарство. Во время перерыва в страховом покрытии вы платите 25% за патентованные лекарства и 25% от стоимости непатентованных лекарств. Если ваши общие наличные расходы на лекарства достигают установленного предела, сумма меняется каждый год, вы достигаете периода катастрофического покрытия, и ваши доплаты за рецептурные препараты значительно сокращаются до конца года. В частности, вы будете платить 5% или небольшую доплату, точная сумма меняется каждый год. Доплата за покрываемый инсулин ограничена 35 долларами США за месячный запас. Расходы меняются каждый год. Чтобы просмотреть текущие расходы по части D, посетите веб-сайт тройной W medicare.gov slash basics slash costs slash medicare defis costs или сравните планы на сайте тройной W medicare.gov. Планы Medicare часть D покрывают прописанные лекарства, но не все лекарства покрываются всеми планами. Планы части D покрывают лекарства, включенные в фармакологический справочник плана или в список покрываемых лекарств. Планы части D покрывают инсулин, иглы и шприцы для введения инсулина. Лекарства должны быть для использования по медицинским показаниям, чтобы быть покрыты. Закон исключает определенные препараты из покрытия согласно части D. Следующие пункты не покрываются частью D программы Medicare. Лекарства, которых нет в фармакологическом справочнике плана, безрецептурные патентованные препараты, препараты, не одобренные Федеральным управлением по лекарственным средствам, FDA, витамины и минералы, препараты от кашля, лекарства от эректальной дисфункции и лекарства для косметических целей, в том числе потери веса или увеличение веса или выпадение волос. Кроме того, обратите внимание, что использование рецептурных препаратов не по прямому назначению не подпадает под действие части D. Например, если врач писывает лекарства для лечения заболевания, но FDA не одобряет использование этого лекарства для этого состояния, тогда препарат не будет покрываться, даже если он включен в формуляр плана для использования при других состояниях. Еще одним вариантом покрытия рецептурных препаратов является программа помощи по рецептурным препаратам в штате Висконсин, которая называется Senior Care. Эта программа доступна для жителей Висконсина в возрасте 65 лет и старше, которые являются гражданами США или имеют соответствующий статус эмигранта. Нет ежемесячного страхового взноса, только ежегодный взнос в размере 30 долларов США. Senior Care считается надежным покрытием рецептурных препаратов. Ваш годовой доход определяет уровень страхового покрытия Senior Care. Люди с более низким доходом на уровне 1 Senior Care не имеют франшизы за свои рецепты, и они платят доплату в размере 5 долларов за непатентованные лекарства и 15 долларов за оригинальные лекарства. Чтобы получить дополнительную информацию или подать заявку, свяжитесь с Senior Care через интернет или позвоните по телефону 1-800-657-2038. Период ежегодной открытой регистрации для планов части D и Medicare Advantage проходит с 15 октября по 7 декабря каждого года. Эти планы представляют собой однолетние контракты, действующие с 1 января по 31 декабря. Планы могут изменять свои детали плана каждый год. Они обязаны отправлять вам уведомления об изменении каждый год к концу сентября. Используйте ежегодный период открытой регистрации, чтобы просмотреть свой план и сравнить его с другими доступными планами, а также убедиться, что в новом году у вас будет надлежащее покрытие. Если вы зарегистрируетесь в новом плане, ваше новое покрытие начнется 1 января. Лучший способ найти и сравнить планы – использовать инструмент сравнения планов, известный как PlanFinder, на веб-сайте Medicare по адресу www.medicare.gov. Чтобы получить помощь по вопросам Medicare или сравнить планы, вы можете позвонить в Medicare напрямую по телефону 1-800-633-4227. Вы также можете получить помощь по горячей линии WISHIP Medigap по номеру 1-800-242-1060. Телефон доверия для лиц для получения лекарств по нетрудоспособности 1-800-926-4862. Или у местных SHIP-консультантов. Вы можете найти местного SHIP-консультанта, связавшись с ресурсным центром по проблемам пожилых людей и инвалидов вашего округа, или позвонив по номеру SHIP. Если вам удобно пользоваться компьютером, посетите сайт medicare.gov и нажмите «Найти планы медицинского страхования и лекарств». Это приведет вас к инструменту сравнения планов Medicare, известному как PlanFinder. Средство поиска планов проведет вас через этапы поиска и сравнения планов. Введя информацию о вашем конкретном лекарстве, предпочитаемую аптеку и почтовый индекс, вы сможете получить оценку своих годовых расходов по каждому из планов, доступных в вашем регионе. Вы можете зарегистрироваться в плане через интернет с помощью средства поиска планов Medicare или позвонив в Medicare. Либо вы можете связаться с планом напрямую. Контактную информацию плана можно найти в системе поиска планов Medicare. Опять же, если у вас нет доступа к компьютеру или вам нужна помощь в поиске и сравнении планов, обязательно позвоните в один из ресурсов, указанных на последнем слайде. На этом заканчивается первая часть программы. Добро пожаловать в программу Medicare. Я надеюсь, что эта информация была полезной. В следующем разделе этой серии будут рассмотрены основы Medicare, включая части A и B Medicare. Эта презентация была предоставлена вам программой помощи в области медицинского страхования штата Висконсин или SHIP, местной государственной службой, которая предоставляет бесплатную и беспристрастную помощь участникам программы Medicare. Если у вас есть вопросы о Medicare, позвоните по одному из наших бесплатных телефонов доверия или свяжитесь с местным SHIP-консультантом Medicare сегодня. Вам не надо делать это в одиночку. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok